Здравствуйте! Сегодня вы узнаете, какими необычными свойствами обладают жидкости и газы, что такое атмосферное давление и научитесь предсказывать погоду. Твердые тела давят на опоры, прогибая их. Жидкости давят на ту часть сосуда, с которой соприкасаются, а воздух давит на все стенки сосуда, внутри которого находится. Модель жидкого тела похожа на мелкий песок. Его трудно сжать, но легко пересыпать. Если насыпать песок в пакет, плотно его завязать, а потом надавить на него, он порвется. Удивительно вот что. Он может порваться совсем не там, где вы надавили на него, а в каком-то другом, даже диаметрально противоположном месте. Это наталкивает на мысль о том, что жидкости будут передавать внешнее воздействие по всем направлениям. Вперед, назад, вверх, влево, а не только в направлении воздействия, как это сделали бы твердые тела. Всем известны знаменитые фонтаны Петергофа. В них нет никаких насосов, нагнетающих воду. Она движется самотеком и распределяется по фонтанам. Что же заставляет воду вздыматься высоко вверх на высоту больше 10 метров? Приведем вот такой эксперимент. Проделаем маленькое отверстие в дне стакана, вставим в отверстие трубочку и нальем воды в стакан. Вода начнет выливаться через трубочку. Высота фонтана будет зависеть от разности высот между поверхностью жидкости в стакане и свободным концом трубки. Чтобы прекратить действие фонтана, поднимем свободный конец трубки выше уровня воды в стакане. В сообщающихся сосудах, то есть сосудах с общим дном, однородная жидкость всегда устанавливается на одном уровне. Жидкость давит на слои внизу, заставляя их перетекать до тех пор, пока давление не выровняется. Используя свойства сообщающихся сосудов, человек создал водопровод. Вода из бака, установленного на высокой водонапорной башне, растекается по трубам и стремится подняться вверх до уровня воды в баке. Таким способом вода поднимается даже на верхние этажи домов. Погрузим стакан в воду вверх дном, вынем его и посмотрим, что стало с бумагой. Сухая она или мокрая? Оказывается, сухая. Когда перевернутый стакан погружается в воду, вода начинает давить на воздух внутри стакана. Чем больше воздух сжимается, тем сильнее он, в свою очередь, давит на воду. И поскольку это все происходит одновременно, вода не поднимается вверх до конца, и бумага остается сухой. Этот опыт доказывает, что, во-первых, воздух занимает объем, а во-вторых, что воздух сжимаем. Мы живем на дне воздушного океана, атмосферы Земли. Этот океан не имеет верхней границы, но ориентировочно можно считать толщину атмосферы Земли, равной 2-3 тысячам километров. Атмосфера, как и любой газ, давит на все тела. Убедимся в этом на опыте. Нальем воды в стакан, накроем стакан картонкой, перевернем стакан и уберем руку. Вода из стакана не выливается. Атмосфера давит снизу вверх и прижимает картонку. Когда в атмосфере образуется область пониженного давления, циклон, то туда собираются облака и идет дождь. Когда в атмосфере образуется область повышенного давления, антициклон, то атмосфера выдавливает оттуда водяной пар и устанавливается сухая и солнечная погода. Ветра дуют из области повышенного давления в область пониженного давления. И так можно предсказывать погоду. Наблюдать изменение атмосферного давления можно самостоятельно. Разрежем воздушный шарик, натянем на банку, закрепим резинкой. Отрежем загибающийся конец трубочки. К одному концу приклеим бумажную стрелку-указатель, а другой конец закрепим скотчем к шарику мембране. Нарисуем на картонке шкалу, поставим у конца стрелки и будем наблюдать за погодой и показаниями барометра. Когда атмосферное давление повышается, мембрана прогибается вовнутрь, а стрелка поднимается кверху. Когда внешнее атмосферное давление понижается, мембрана выгибается кверху, а стрелка опускается вниз. Давит ли воздух, когда он движется? Если да, то слабее, чем когда покоится, или сильнее? Для авиации, судоходства, строительства очень важно знать, как ведет себя поток воздуха в зависимости от величины и формы преграды перед ним. Часто это изучается на мелких моделях и макетах, и иногда опыты дают весьма неожиданный результат. Положим две книги на стол на расстоянии сантиметров 10 друг от друга, а сверху на них лист бумаги. Направим соломинку под лист бумаги между книгами и изо всех сил подуем через соломинку. Лист бумаги прогибается вниз. До того, как мы начали дуть через соломинку, на лист бумаги действовало атмосферное давление сверху и снизу. Оно было одинаковое, и лист бумаги был горизонтальным. Давление воздуха сверху осталось прежним. А когда мы начали дуть через соломинку под лист бумаги, давление снизу уменьшилось, и лист бумаги прогнулся вниз. Значит, давление в струе воздуха меньше атмосферного. Вообще всегда в движущейся воздушной струе давление меньше. Это используют во многих технических устройствах, например, в самолетах. Благодаря специальной форме крыла воздух быстрее передвигается над его верхней поверхностью, чем под нижней. Давление воздуха под крылом больше, чем над крылом, и возникает подъемная сила. Дверь скоростного поезда Сапсан открывается вовнутрь, чтобы предотвратить их самопроизвольное открывание при движении из-за разности давления покоящегося воздуха внутри салона и движущегося относительно Сапсана воздуха снаружи. Ну, наконец, надуйте два шарика, подвесьте их на нитях на расстоянии сантиметров 15-20 друг от друга, и подуйте между ними. Что наблюдали? Объясните, почему так происходит. Продолжение следует...